К нам в редакцию обратились жители двух многоэтажных домов улицы Толстого. Для них источником беспокойства стала ливневая канализация, расположенная на въезде во двор. Круглосуточно они слышат ужасный звук, когда через металлическую решетку ливневки проезжают машины. В проблеме разбирались наши корреспонденты. Активисты домов 156 и 158 по улице Толстого, показывая эту самую ливневую канализацию, говорят, что она уже давно не справляется со своей задачей. Изначально, как только нас заселили, постоянно здесь по колено воды. Она не спасает и не спасет никогда, потому что ее нужно чистить периодически, хотя бы раз в год. Жители этих домов и так постоянно живут среди шума. Сказывается соседство с центральной районной больницей. С утра и до вечера сюда приезжают сотни машин. Одни сигналят, у других визжат тормоза. Довольно часто у автомобилей срабатывает сигнализация. Регулярно со включенной сиреной проезжает машина скорой помощи. А тут к вышеперечисленному добавился еще и грохот проезжающих по ливневке машин. Так как решетки согнуты, помняты, деформированы, получается грохот. Вот этот грохот круглые сутки идет, день, ночь и все. Как машина выезжает, постоянно гремит, гремит, гремит. Жители уже обращались по этому поводу. И в администрацию приходила комиссия, депутаты приходили. Из администрации приходили. Вот видите, вот, пожалуйста, пример. Вот эти решетки, которые гремят, гремят так, что в ушах закладывают, потому что мчатся машины оттуда. Кто-то спокойно едет, кто-то мчатся как сумасшедший. Тут все заставлено. Нам не проехать, не пройти здесь. Вот в этот, создается вот такой вот коридорчик. Приходится ехать по тем остриям колес, которые машины, точно по тем, потому что тут стоят машины. Рвутся колеса. Мы тоже обратились в городскую администрацию с вопросом, как можно исправить сложившуюся ситуацию. Надо отдать должное. На наше обращение отреагировали в тот же день. Спасибо большое. Мы очень благодарны редакции за помощь. Буквально на следующий день приехали ремонтники и все сделали нам. И решетку, и сделали ямки, засыпали. Спасибо большое. Еще многое предстоит сделать, но уже сейчас можно увидеть первые результаты проделанной работы. Все организации нужно было собрать. Сначала отлить эти углы, которые отсыпаны. Это дорожные наши службы прекрасные, которые навели здесь порядок. И сделали точечный ремонт дорожного полотна. А сварочные работы без них невозможно выполнить, потому что размер ливневки определенный. И именно в эти края нужно отсыпать и отливать асфальт, желоб этот и улучшать верхнее покрытие асфальта. Тяжелая техника нагрузку производит на ливневку и осыпаются края. Для этого выполнены эти работы. Поставим знак, чтобы объезжали и забирали мусор с контейнера другого входа, 58-го дома по улице Толстого. Мы надеемся, что все это доведется до логического конца, хорошего конца. И тогда будем жить все. Приятно нам всем выходить, ездить. Спасибо вам большое. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.